Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Общая площадь 8 тысяч квадратов, мощность 600 коек. Журналистам впервые показали, как торговый центр превращают в ковидный госпиталь. Вышли с каникул, алтайские школы теперь сами принимают решение о переводе на дистант. Как к этому отнеслись директора и стоит ли ждать удаленного обучения в скором будущем? Встаем на лыжи, не выезжая за город. До конца года в крае должно появиться сразу пять народных трасс. Будущий ковидный госпиталь приоткрыл двери. Журналистам впервые рассказали и показали, как проходит переформатирование торгового здания, а вернее перестройка и строительство масштабной инфекционной больницы в Барнауле. По планам здесь должно появиться порядка 600 коек для больных коронавирусом. Анастасия Дорогана одной из первых оценила ход работы, узнала о примерной стоимости создания госпиталя. Правда, многие вопросы по медицинской части остались без ответа. Почему? Слово нашему корреспонденту. Сегодня сожгли за собой мосты. Мы демонтируем все, что можно. По расписанию и даже с забегом вперед. Прямо сейчас строители наращивают площадь будущего госпиталя. К посудоцентру, где еще недавно шла торговля, добавляют соседний блок, чтобы общая площадь больницы составила 8 тысяч квадратов. Дополнительное строительство обойдется примерно в 160 миллионов рублей. Такую сумму назвал мэр Вячеслав Ранк. Пока эти деньги предоставляет сам Владимир Отмашкин, и это не считая той суммы, за которую он купил здание. Точная сумма неизвестна, но ранее цена торгового центра превышала полторы сотни миллионов рублей. Кроме строительства, за пару недель в здании залили 2,5 тысячи квадратных метров полов, демонтировали часть перегородок, заканчивают вывозить стеллажи, тянут электричество. Когда начнется активная фаза работы, здесь будет находиться до 200 человек одновременно. И чтобы никто не запутался, есть стенд о том, кто за что отвечает. Вот блок непосредственно солдат, которые работают в бою, а это все блоки обеспечения. Единственное, в этом пока надо доработать эту схему. Нет, опять же, заказчика, да, но мы его включим обязательно, чтобы он участвовал в этом мероприятии. К слову, заказчика, краевого Минздрава, нет не только на схеме. У строящегося госпиталя все еще нет заказчика и юридически. Проигнорировал Минздрав, и это первое выездное совещание с участием СМИ. От министерства был лишь представитель, который молчал и держался в стороне. Давайте не буду я сегодня комментарии давать, я уже не уполномочен, начать с вами. Впрочем, за две недели министерство еще ни разу не комментировало строительство ковидного госпиталя в здании посудоцентра. Хотя 12 ноября на совещании в мэрии зампредседателя правительства Александр Климен заявлял, нужно объединять усилия. Чтобы работа шла быстрее, сейчас несколько инстанций дорабатывают проект, лишь предварительно согласованный с министерством. На сегодняшний момент конструкторы просматривают решения по конструктиву, по стенам, по кровле и выдают решение, где что надо демонтировать и как нужно его поменять. Соответственно, смежники, сантехники, электрики, они смотрят свои разделы. Идет подсчет мощностей необходимых на данный объект по воде, по электрике, по вентиляции. По словам проектировщиков, чисто технический объект несложный. Хотя они впервые работают над перепрофилированием такого рода здания в медицинское. А значит, просчитывают все нюансы. В первую очередь, это поточность, потому что должны быть разделены потоки. Здесь также будет и создана реанимационная зона. Те, скажем, то отделение, которое будет просто кислородное, и реанимационное отделение – это абсолютно разные требования. Поэтому и требования к вентиляции, в том числе воздухообмену. Реанимационная зона займет 50 коек. Она потребует более низкого потолка, чем здесь. Подключение коек к кислороду – это лишь самые очевидные требования. Детальная проработка, то есть свет в каждом помещении, количество санузлов, мощность электричества – возможно, будет только с согласованным всеми проектом. Если мы применим такое слово, как бы работа с колес, что ли, в этом сложность. Чтобы мы все учли, чтобы проектировщик мог прорисовать, передать эти документы строителям, а строители начали двигаться. Вот это сложность. А остальное, ну мы будем что-то здесь как-то стараться это оперативно закрывать. Точных сроков в рабочей группе назвать не берутся, так как нет понимания действий всех сторон. В частности, до сих пор неизвестно, когда Минздрав станет официальным заказчиком работ. На каких условиях и когда он возьмет это здание в аренду. Какому времени сможет наполнить его оборудованием, на какие деньги его закупят и сколько врачей сюда перебросят. Ответы на все эти вопросы журналисты ждут от Краевого министерства здравоохранения. Ковидный госпиталь, так нужный городу, пока возводится на энтузиазме рабочей группы, которую возглавляет мэр Барнаула. И чтобы этот процесс ускорился, нужна совместная работа всех заинтересованных сторон и открытость их действий. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком. А между тем, в регионе по-прежнему ежесуточно диагностируют большое количество заболевших коронавирусом. За последние 24 часа выявили 236 случаев. 9 человек скончались, 7 из них от ковида. Среди умерших и заслуженный учитель России, директор 27-й Барнаульской гимназии Василий Пирожков. Его жизнь оборвалась на 64-м году в минувшие выходные в ковидном госпитале. Добавим, что число тяжело больных немного уменьшилось. Сегодня их 618. Из них на искусственной вентиляции легких находится 169 человек. Инфекционисты Центральной городской больницы Бийска научились уничтожать опасный вирус в помещениях буквально за считанные минуты. Новое оборудование появилось после личного приема депутата Госдумы Александра Прокопьева. Заведующее отделением Лариса Фоминская рассказала о том, как живет и работает красная зона ЦГБ и чего не хватает. Сдерживать эмоции не получается. Вот так врачи инфекционного отделения ЦГБ радуются за каждого пациента, который идет на поправку. Леониду Петровичу 74 года. Мужчину привезли еще в начале ноября в тяжелом состоянии. Ему трудно было дышать. Сатурация, а это насыщенность крови кислородом была низкая. Тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Систему стали ставить вот это вот. Все пошло, получше пошло. Вот сейчас отрицательный уже результат получился. Все прошло. Врач приходит, заботится о всем. За почти две недели больного здесь, можно сказать, поставили на ноги и уже готовят к выписке. Выжить-то охота, жить-то ведь охота. Сегодня в отделении находится порядка 30 человек с ковидом. И для того, чтобы минимизировать риск инфицирования внутри отделения, нужно регулярно проводить дезинфекцию. Полгода это делали обычным садовым распылителем. Вот мы им пшикали, все палаты заливали, боксы. Это было ужасно. Теперь же санитары вооружены более серьезно. У них появились генераторы холодного тумана. Один прибор подарил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Еще два закупила больница. Благодаря генераторам холодного тумана проводить обработку стало проще, да и быстрее почти в пять раз. Они создают облако из мельчайших частиц дезраствора, в котором погибают вирусы. На дезинфекцию одной палаты теперь уходит примерно 15 минут. Раньше ту же работу выполняли не меньше часа. Обрабатывать все можно. Все твердые поверхности, стены, полы, потолок, что мы не можем, швабрами там достать или еще какими-то. Кровати. Можно обрабатывать одежду. В том числе можно даже пройтись по одеялу. Скажем, она не смочит, но при этом обработка будет. Генераторы холодного тумана для дезинфекции поверхности теперь есть на каждом этаже инфекционного отделения. О необходимости такого оборудования рассказала Лариса Фоминская на личном приеме депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Разговор состоялся в режиме онлайн. Лариса Васильевна, ну вот в целом видно, что там вся, наверное, система здравоохранения работает колоссальным давлением таким. И я знаю, мне не единожды уже говорили слова благодарности вот именно вам. И формулировали это даже, знаете, за спасение вас благодарят. Потому что вы действительно людей вытаскиваете, и возрастных людей вытаскиваете из сложной ситуации. Вашу помощь, конечно, обречание очень видят и оценивают. Поэтому я хочу пожелать вам здоровья, здоровья вашему коллективу. Помощь от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева получит еще одно отделение Центральной городской больницы, где тоже лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. Бактерицидные установки для обеззараживания палат уже заказали. Поставка ожидается в конце недели. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Сегодня алтайские школьники сели за парты после затянувшихся из-за коронавируса каникул. И отныне директора учебных заведений должны самостоятельно принимать решение о том, в каком формате организовывать учебный процесс. Очном, частично или полностью дистанционно. Как к этому отнеслось руководство, школ, учителя и дети? И стоит ли ждать перехода на удаленку в скором будущем? Расскажем далее. Сегодня первый день очного обучения, к которому вернулись все школы края. Точной статистики по заболеваемости учителей и готовности школ у Министерства образования пока нет. А сами учителя считают. Три недели каникул – перебор. Нехватка общения со сверстниками выливается в плохое поведение. А перерыв – в провал по знаниям. Из-за этого пришлось корректировать программы обучения. Все забывается. И приходится опять нам возвращаться к повторению многократному. А у нас впереди как бы новый материал. То есть корректируя программы, мы сжимаем, получается, темы. То есть нам нужно выдавать эти темы за меньшее количество уроков. И в этом, конечно же, большая сложность. Самим же детям, наоборот, затянувшиеся каникулы понравились. Это самое лучшее, что у меня было в жизни. А это ирония? Нет, серьезно. Мне нравится. А по каким причинам? Ну, то, что в школу ходить не надо. Хорошо тем, что, ну, можно отдохнуть, так сказать. По словам директора, в первой четверти пропускали уроки в среднем около 11% учеников. На вторую четверть вышли почти все, так что будут работать полностью очно. Но сейчас Краевое министерство образования позволяет школам самим выбирать формат обучения. Ну, в принципе, они правильно поступили, потому что разные школы в городе нашем и в крае имеют разную ситуацию. Где-то учителя, так сказать, очень возрастные, где-то, значит, менее возрастные, где-то болеют больше, где-то меньше. Поэтому, конечно, каждая школа должна выбирать этот формат сама. Но работают и правила общие для всех. Люди старше 65 не должны выходить на работу. В гимназии учитель в таком возрасте только один. Ковидом она заболела на каникулах. Сейчас выздоровела, но остается дома с больничным листом. Поэтому ее вынуждены подменять. Но педагог может и продолжить вести уроки. Он может на сегодняшний день вести урок дистанционно. То есть, ну, ведет для всего класса. Кто-то из тьюторов, из школы присутствует на уроке для того, чтобы дети внимательно слушали. Материал, предлагаемый материал. Учитель ведет урок. Домашнее задание выдается через сетевой край образования. Учитель его проверяет, точно так же возвращает уже через сетевой край образования в виде отметок. Такой опыт поможет. Ведь министр образования края предположил. Если в начале третьей четверти мы увидим волну заболеваемости гриппом, школы вновь уйдут на удаленное обучение. Министерстве говорят, сегодня уровень дистанционного образования в крае таков, что его можно запустить в любой момент, в любом объеме. С этим, правда, согласны не все учителя. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. А между тем, в Барнауле прошел большой автопробег против цифровизации образования и нового законопроекта об изъятии детей, если родители отказываются прививать ребенка от коронавируса. Отметим, что добиться проведения автопробега у организаторов получилось только через суд. Участники протестного движения обеспокоены родители. Они говорят, что против экспериментов с цифровизацией образования, по их мнению, она приведет к пересмотру системы обучения в целом. Их возмущает, что в большинстве общественных мест нет проблем с посещаемостью, работают торговые центры, детские сады, а детям учиться нельзя. В школах, где соблюдаются, введены повышенные меры безопасности, почему-то детям и учителям находиться нельзя. Почему продавцам, водителям, кондукторам, врачам, заводам работать можно, а учителям нельзя? Ответ простой. Ищи, кому это выгодно. Также родители выступили против новой законодательной инициативы на федеральном уровне так называемого антинародного закона. Суть его – изымание детей и семей, где родители отказались ставить прививку от коронавируса. Правда, сегодня стало известно, что авторы проекта отозвали свои предложения. В Барнаульске же активисты намерены и дальше настойчиво отстаивать право обучать детей в очном формате. Не только в онлайн формате, но и очно. Жители Алтайского края смогли проверить уровень экологической грамотности. Наш регион присоединился к всероссийскому проекту, который направлен на повышение экокультуры граждан и приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. 40 очных площадок открылась в Крае, одна из них в экологическом центре. На экологический диктант я пришла, потому что я считаю, что в современном мире очень важно защищать экологическую среду, узнать основные правила правильной утилизации мусора для того, чтобы красивая чистая природа передалась следующим поколениям. Кстати, диктант могли написать не только студенты и школьники, но и представители крупных компаний, эксперты в области окружающей среды, чиновники. Правда, вопросы для каждой категории разные. Учащимся, разумеется, проще, специалистам сложнее. Но их количество для всех одинаковое – 25. На ответы дается 45 минут. Среди тех, кто писал диктант в экологическом центре, практически каждый его воспитанник. Но поучаствовать обещали и директора. В конце рабочего дня, либо дома вечером, в кругу семьи обязательно поучаствуем. Как думаете, какой диплом, в какой степени вам удастся завоевать? Мы надеемся, конечно, на лучшее. Мы же, думаю, мы все знаем. Итоги диктанта появятся 23 ноября на сайте или в личных кабинетах участников. Каждому достанется сертификат. Те, кто наберет больше всех баллов, станут дипломантами 1, 2 и 3 степени. Их ждут ценные подарки и призы. Как только пандемия пойдет на спад, лучших наградят в Москве. Пять лыжных трасс должно появиться в край до конца года. Три из них в Барнауле и по одной в Славграде и Заринске. Примечательно, что в краевой столице спортивные объекты оборудуют в городских парках, два из которых находятся в запущенном состоянии. В одном из них имени Ленина на днях начали первые подготовительные работы. За их ходом следила и наша съемочная группа. Разбирают ветки, выкорчевывают пеньки, собирает валежник. Остается только дождаться снега, говорят участники субботника. Но в лыжне в парке имени Ленина до профессионального уровня пока, конечно, далеко. Но с ее появлением зимний досуг точно будет разнообразнее, считают участники и жители прилегающих к парку домов. Ну, я думаю, нормально должно, только бы собак не выгуливали. Остальное все, лишь бы всем хорошо было. Я очень рада, что мы сегодня все вышли на субботник и можем облагородить эту территорию, для того, чтобы все жители этого района могли кататься на лыжах, радоваться зиме, быть здоровыми и счастливыми. И вот эти вот все зимние такие забавы, которые нам всем не хватает в это ковидное время, я думаю, что украсит нашу зимнюю жизнь. Парк имени Ленина входит в топ самых заброшенных мест в Барнауле уже на протяжении нескольких лет. Разобрать этот мусорный полигон регулярно призывали неравнодушные жители. К слову, много лет подряд здесь лыжники прокладывали свои тропы, порой в ущерб другим отдыхающим. Новая народная трасса, говорят организаторы, длиной в километр не будет никому мешать. Мы решили просто ее более расширить, более подготовить со специальной техникой. Поэтому, если дальше это будет какой-то интерес у жителей, мы получим позитивные отклики. Конечно, в планах здесь и сделать освещение, и летом дорожки можно будет делать, чтобы бегать. И в принципе осваивать данную территорию, как зеленый парк. Облагородить зеленую зону и подарить возможность побегать на лыжах, не выезжая из города. Поймать двух зайцев разом в данном случае вполне возможно и правильно, говорят организаторы лыжни. Подобные ей вскоре должны появиться еще в двух барнаульских парках – изумрудном и юбилейном. Новые объекты станут своего рода альтернативой трассе здоровья. Вчера основные работы были. Сегодня мы уже немножко убираем за вчерашним днем. Но и сюда еще много раз надо будет приходить и помогать. Расчищаем, падает снег, трамбуем, укатываем ее снегоходами и потом поддерживаем самое главное состояние в таком. Сохранить имеющуюся и проложить лыжню Ильича помогает спорткомплекс «Смерти», но он предоставил техникум. Остальным паркам с ней поможет город. Пять народных трасс по одной в Славгороде и Заринске начнут работать до конца года. Что касается спорта высших достижений, то к 2021-му обещают открыть новую ледовую арену в Рубцовске. Никита Армаков, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Проект объездной дороги Барнаул не только одобрен в Москве, но и прошел все необходимые экспертизы. Сейчас для его реализации Минтрансрегиона изымает и резервирует земельные участки, сообщил сегодня руководитель профильного ведомства Александр Дементьев. Он напомнил, проект дорогостоящий обойдется в 49 миллиардов рублей. Предполагает протяженную дорогу, несколько путепроводов, а также новый мост через Обь. Магистраль пройдет не только по территории Барнаула, но и трех районов. Асфальт будут укладывать на федеральных и частных землях. Скажем так, выделенные земельные участки, они где-то попадают целиком, где-то режутся напополам. Это работа очень большая, она ведется на полное изъятие земельных участков. Здесь, если у нас пойдет так, как оно сейчас идет, без судебных разбирательств и решений в судах, и оно будет продолжаться и уточняться при выполнении пристройки уже работы. О точных сроках начала строительства обхода пока неизвестно. Говорить об этом можно будет лишь когда появятся инвестиции или объект попадет в федеральную адресную инвестпрограмму. А вот сроки ремонта двух путепроводов в районе Барнаульского нового рынка уже известны. Это 22 или 23 годы. Объект начнут ремонтировать после того, как в строй ведут старый мост через Обь. Стоимость работ 1 миллиард рублей. К новостям культуры. В поиске под таким названием открылась в Барнауле совместная выставка отца и сына мозговых. С апреля из-за пандемии ее пришлось перенести. За полгода отсрочки количество работ прибавилось, экспозиция стала даже интереснее. О поиске и новых выразительных находках в сюжете Татьяны Голубевой. Стены за сыном, про стенки за отцом, рассказывает Сергей. Им всегда удобно выставляться вместе. 30 работ его, 40 Ивана. Много новых интересных. К примеру, это под названием «Педагогическая драма». По словам педагога и скульптора Сергея Мозгового, значимость учительской профессии сейчас многие занижают. Он против. На знаниях, на учителях держится наше мироощущение, мировосприятие. И поэтому наши отношения к земле, а символ к земле – это и есть глобус. Технически работа далась непросто. Фломастеры, карандаши, линейки, кисточки пришлось собирать довольно долго, говорит автор. К примеру, своей пышной шевелюрой педагогика обязана кистям Дениса Октября. Кстати, про простенки Сергей слукавил. Часть из них занята его инсталляциями. Из плата телевизоров и электроприборов получилась целая серия работ. Ну а скульптура всегда была для него приоритетом. Это, как помните, где-то там стихотворение «Налицо ужасное, доброе внутри». То есть это ужасный? Вроде как ужасный, но внутри это вот видите. Вот что-то такое детское, да, игрушки детские. То есть сверху рыцарь, а внутри что-то такое детство. Иван Мозговой на этой выставке в ответе за стены. Эти четыре работы из серии «Миграция» написал с начала периода пандемии, когда собирался уехать в другой город, но не смог. Вот эти все внутренние переживания, желания и рождались в какие-то такие вот сложные, запутанные вещи, где куда-то персонажи стремятся. Напомню, выставка называется «В поиске». Так вот, Иван тоже в нем. Периодически от живописи и графики его тянет к скульптуре. Это как раз работа такого периода. Называется «Тайна третьей планеты». Кстати, отец и сын периодически дают друг другу советы. В плане технических каких-то моментов, ну в силу какого-то опыта, я могу еще что-то ему посоветовать, предложить. В скульптурных вещах, да, я больше слушаю, а в графике пытаюсь как-то, наверное, свое искать. Так что в поиске отец и сын мозговые постоянно и его промежуточными итогами готовы делиться со зрителями. А посмотреть на них можно в выставочном зале Союза художников не так уж и долго, до 5 декабря. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на ютубе. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд и погоде спонсор прогноза – компания «Кристофер». До встречи!